Всем привет! Сегодня я начинаю новую серию видео на своем канале видео о путешествиях. И первым будет рассказ о местечке Дэйвилсдайк, что находится в Англии в окрестностях Брайтона. Если вы будете в Англии и в Брайтоне, то рекомендую посетить это местечко. Чем же оно интересно? Дэйвилсдайк это смотровая точка на вершине холмов, с которой можно пребываться видами на ближайшей деревне и поля, уходящие за горизонт. Я рекомендую вам пойти в такое путешествие пешком, тогда можно будет насладиться сельскими видами, подышать воздухом полей и посмотреть на животных. Добраться до Дэйвилсдайк можно и на автобусе номер 77, который идет от вокзала Брайтона. Время в пути около 30-40 минут. Но я предлагаю вам именно пешее путешествие, поэтому давайте посмотрим карту. На этой карте я отметил путь, как шел я сам. Идти примерно час-полтора, по расстоянию около пяти километров. И начинаем путь мы с района Майл Ок. Чтобы добраться до Майл Ок нужно сесть на автобус 1 или 1А из центра. Например можно сесть на остановке Чорчилл Сквер около Тауэр Клок. Вот Тауэр Клок, а вот и первый автобус. Еще раз взглянем на карту. Нам нужно прибыть в район Майл Ок. Итак мы в автобусе. Вид со второго этажа, типичный район Майл Ок. Когда едешь на втором этаже автобуса, мне лично всегда немного не по себе на поворотах по таким узким дорогам. Итак мы прибываем в Майл Ок. Выйти можно на любой остановке, которая ближе к нашему маршруту, например на Стэнли Авеню. Так примерно выглядит район. Как вы заметите, дома здесь поскромнее, чем в других частях Брайтон и Хофф. Они часто одноэтажные. Это может выглядеть как деревня в нашем понимании, но тем не менее дома хорошо ухожены. На самом деле есть тут дома и побольше. Сверимся еще раз с картой. Мы должны пересечь, шорхим байпас и начать путешествие. Сразу за шоссе ферма Майл Ок. Когда я сюда пришел, я по ошибке зашел не в ту калитку и оказался на частной территории фермы. Как я понял это позже. Так конечно лучше не делать. Поэтому потом я вышел отсюда. Далее идем мимо полей с подсолнухами. Которые кстати выращены, как написано на табличке, для дикой жизни. Поля с различными пассивами. Английский сенокос. Маг развивается на ветру. КОРОВЫ. Тут на холмах ветер уже приличный. Звук в микрофоне задувает. Звук в микрофоне. А это большое поле, где пасутся овцы. Только не забудьте закрыть калитку. Овцы спокойно ходят тут небольшими группами, но на самом деле близко к себе не подпускают и разбегаются при приближении. Как видите, день был то с переменной облачностью, то временами проглядывало солнце и это создавало красивый визуальный контраст света и тени, что очень интересно конечно для фотографии. Кстати вот этот снимок я сделал там на пленочную камеру среднего формата Mamiya 645. Если вам интересна пленочная фотография, пишите об этом в комментариях и я постараюсь осветить эту тему в дальнейшем. Вот такие красивые овцы пасутся здесь, но нужно быть аккуратным. что ж не будем мешать овцам кушать и пойдем дальше. А нет, покажу еще вот эту милашку. И мы продолжаем наш путь, наш путь туда, где велосипедисты едут на склоне. И вот мы на вершине. Посмотрите какой ветер и как изогнулось дерево. И что же здесь нас ждет? А здесь нас ждет великолепный вид на долину и деревню пухим. Музыка. 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 Кстати, вот там слева, в долине, есть очень интересный паб. о котором я позже прочитал в интернете пап называется the shepherd and dog вот такой пап эта картинка из интернет оставлю ссылку на него в описании ну а мы идем дальше до devil's day еще примерно километр вот такие виды открываются отсюда и вот она вершина devil's day здесь дети запускают воздушных змеев семьи приезжают на пикник и любуются природой и видами отсюда вид на долину с другой стороны также здесь есть кафе и отель с названием devil's dyke на этом я завершаю экскурсию в devil's dyke добраться отсюда обратно до города можно на 77 автобусе расписание есть на табличке на остановке но оно как я думаю зависит от сезона поэтому смотреть актуальное расписание лучше на сайте британских автобусов оставлю ссылку в описании к видео а мы снова оказываемся в брайтоне с его улицами парками бабами уличной жизнью и конечно морем я надеюсь что вам понравилось видео если это так поставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите в комментариях чтобы вы хотели еще увидеть об англии и тогда я продолжу этот цикл видео спасибо за просмотр и пока 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 и 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 Субтитры создавал DimaTorzok